Двигатель 2,4 бензиновый, 170 лошадиная сила. Коробка передач, вариатор. Полный привод. Машина была куплена в 2011 году. Стоял. У меня когда-то черный дефлектор капота мухобойка, но мне не нравился вид авто с ней, я снял ее, решил прикупить дефлектор, который не сильно будет бросаться в глаза, заказал себе белую шелкографию. Сегодня нацепил. И у меня стал облазить бампер. Появилось несколько сильных сколов, машина не была в ДТП, видимо покрашено было с нарушением технологии на заводе. Чип тюнинг. Ну вот, в полку прошитых прибыло. Прошился я у ежика пых. Приехал как почти записывался к начале третьего, немного подождал и был прошит на бескатовую программу и под 95 бензин. Изменения почувствовал сразу, машина активнее разгоняется, четко следует за педалью газа, управлять разгоном одно удовольствие. Ну почему с завода нельзя заливать такую прошивку, чтоб машина не казалась унылым? На трассе, реакции просто отличной машина хорошо разгоняется, и не нужно продавливать педаль газа в пол. Необходимость в лепестках отпала полностью, машина очень хорошо реагирует на положение педали газа. Получил свои новые диски, состоянием доволен. Два диска в идеале на двух дисках есть небольшие сколы, которые затычкованы. Не удержался, поехал и примерил. Диски R18 8 0 et 45 вес 8,5 килограмм. Теперь нужно приобрести летнюю резину. Планирую брать 235 55 R18, буду выбирать среди проверенных брендов. И еще нужны хорошие гайки, кто может посоветовать качественные гайки. Ну вот, и поставил свои авс на Outlander, шины выбрал новый Michelin Latitude Sport 3. Шина повышенной прочности для мощных и спортивных вседорожников, с отличными сцепными характеристиками на высоких скоростях. Размерность шин 235 55 R18. Центровочные кольца я не ставил, никакой вибрации у меня нет. Выхлоп Trust. Давно хотел поставить красивый выхлоп вместо унылого стока, просматривал на японском аукционе. Цены не радовали, на новой банке цена 3 коня, потихоньку искал Бэйу вариант за адекватные деньги. Недавно Линкс и Файора скинул мне ссылку на продажу Бэйу выхлопа Trust по приемлемой цене, за что ему большое спасибо. Купил я эту банку и долго ждал, страна у нас огромная, думал я когда ждал ее. Поставили банку за 10 минут, все четко, болт он. Звук радует. Давно хотел спойлер как все ставит roar, также прикупил ветровики оригинальные и глушитель среднюю часть. Так как хочу избавиться от катализатора, но свой глушитель портить не буду, если что-то не понравится или буду продавать поставлю стандартный. После прошивки ежиком машина лучше бегает, но все равно хочется добавить дохлому мотору хотя бы несколько лошадей. Спойлер не в цвет, но у аута скоро появится первая крашеная деталь, а именно передний бампер за одним и покрашен будет спойлер. Удаление катализатора. Все не оставляю попытки оживить машинку, чтоб была чуть резвее, после прошивки ежиком машинка стала заметно резвее и отзывчивее, поскольку ежик прошивает вместе с двигателем и вариатор то от этого самый приход, вот почему в восторге все прошитые вариаторные аутлендеры. Но все равно динамика унылая, тюнинга на наши двигатели практически нет и я решил удалить катализатор поскольку прошивался специально на Евро 2. Портить свой глушитель я не стал, купил на разборке среднюю часть от дорестайлинга у которой есть отличия, но она полностью взаимозаменяема с нашим. Заказал на сайте вставку пламегаситель, разрезали катализатор и выпотрошили содержимое, варили пламегаситель и поставили вместо штатного глушителя. Купил необходимые прокладки оригинал. Машинка стала подрывать сильнее, за расходом по слежу, звук стал громче и ощутимее, поскольку у меня банка стоит трасс, то это возможно и критично. Увидел на одном известном сайте украшательство рукояток климат-контроля. Заказал сегодня получил, пришла одна штука. Приложил вроде неплохо смотрится, хотя точно не решил что буду ставить, а как вам? Установил спойлер. В общем тема не нова, посмотрел как многие ставят себе спойлер на пятую дверь. Тоже решил не отставать и прикупил спойлер, отдал в покраску и установил. С установкой сложностей не было, лишнее отверстие заклеил, чтоб вода не попадала в дверь. Установка нижней распорки каска. За время владения отметил проблемы с жесткостью кузова. Так если вывесить кузов наблюдаются поскрипывания, особенно заметно в районе центральных стоек, что раздражает сильно. Почитав автомобильные издания при тестах недорогих кроссоверов и универсалов, авторы также отмечают проблемы с жесткостью кузовов. Недавно на одном сайте наткнулся на нижнюю распорку по приемлемой цене. Приобрел, инсталлировал, единственное в одной точке не смог закрутить болт, чуть позже вернул. Немного проехал. Изменений никаких не заметил, но кузов не вывешивал. Считаю, что в тюнинге главное не сделать хуже. Пороги Roar. Давно не давал покоя мне внешний вид штатных порогов. Нравится на вид пороги Roar, решил приобрести. Покупал в поврежденном состоянии, но и состояние хромовых накладок не устраивало. Пороги были отданы на ремонт и покраску. Хромовые накладки перекрашены в черный. Согласен, что хром смотрелся лучше. Но восстановители обтянуть какой нить пленкой не смог найти в нашем городе. Неделю назад забрал с покраски пороги, покрасили на три, не совсем доволен. Сами пороги Roar какие-то жиденькие, посмотрим сколько проходит и будут ли проблемы с ними. Сегодня поставил, и внешне нравятся, правда теряются штатные бампера. Покраска дисков Avs. Поскольку диски Avs были куплены бушными, на них были коцеки. Плюс за время моей эксплуатации появились дополнительные сколы. Решил перекрасить, нашел в городе ребят, занимающихся порошковой окраской дисков, отдал в покраску. Передний бампер Raudest осуществил небольшую задумку, а именно приобрел передний бампер Raudest. Бампер в полной комплектации с туманками и практически в идеальном состоянии. Кроме того на штатном бампере после сколов в нескольких местах слазила краска, в любом случае нужен был ремонт. Сегодня был установлен бампер, также установлен штатный омыватель фар. Задняя накладка Roar. На днях поставил заднюю накладку Raudest, накладку купил вместе с задней юбкой. Однако при установке с одной стороны образовался ощутимый зазор который пока я не смог победить. Шумоизоляция и динамики RAGF от FASGATE. Давно хотелось установить, динамики получше и без колхоза. Решил купить стоковый RAGF от FASGATE за одним решил сделать шумоизоляцией у дверей, товарищ мне рекомендовал купить новые динамики DLC. Но колхозить твиттеры пищалки не хотелось и этот вариант я исключил. Перебрав много объявлений контор по шумоизоляции выбрал вариант где сделают бюджетнее, так как я сильно не фанат нештатной шумкида и разницы особой думаю не будет для меня. Коврики ладжи. Давно мне попались на глаза коврики ладжи внешне очень понравились, но не знал как у них дело с износом. В последнее время попались несколько записей об эксплуатации этих ковров и отзывы в целом положительные. С момента покупки у меня стояли обычные резиновые в принципе я доволен за 11 лет вид не испортился единственное немного порвался водительский коврик в месте крепления. Заказал коврики на одном известном сайте, через пару недель пришла массивная коробка. Сами ковры жесткие, на вид качественные. Сегодня застелил, коврики легли как влитые, задний коврик цельный, что будет скорее минусом так как при мойке его тяжело будет достать не рассыпав накопившуюся грязь. Также сегодня при заправке обратил внимание, что водительский коврик перекрывает рычажок открывания лючка бензобака, не продумано. Купил табурет и рекора. Когда-то давно был у меня аккорд юра rcl7 там стояли с завода передние кресла рекора, как же мне они нравились, очень удобные. И вот вчера заказал рекора от evolution x, хоть это другая модель кресел может не столь удобная как была в хонде. Но зато мне кажется лучше впишутся в интерьер аутлендера. Решил переделать свою панель в стиль lancer evolution x, как многие уже сделали. Чтобы пользоваться авто купил на дроме панель от праворукого аутлендера. С ней проездил почти месяц или 559 километров. Делал у фантомева из Санкт-Петербурга, сделал все четко, спидометр работает корректно не хуже чем оригинал. На всякий случай попросил сделать лампочку орошения интеркулера двигателя. Вдруг все-таки сделаю свап на двигатель от evolution. Не порадовала только работа компаний с дек еще туда посылка дошла за неделю то назад шла 11 дней, по-моему это очень долго. Установка панели элементарно и не сложна, поэтому не вижу подробно описывать этот процесс занимает мин 5 максимум. Установка кресел рекора. Наконец-то начали устанавливать кресло рекора, первым решили начать с пассажирского кресла так как не знали успеем все сделать или нет и автомобилем можно было пользоваться и отработать механизм для дальнейших работ. Для начала необходимо высверлить лапки крепления сидений от салазок рекора, что заняло прилично времени, дополнительно каждая лапка закреплена точечной сваркой, а одна из лапок дополнительно приварена к салазкам и ее пришлось срезать болгаркой. Аналогичные работы были проведены с заводским креслом, после чего оригинальные лапки были привернуты болтами к салазкам сидений рекора. Расстояние между салазками аналогично заводскому, поэтому все стало отлично и без какого-либо колхоза. После того как лапки были привернуты к салазкам для усиления конструкции зафиксировали точки крепления сваркой. Изначально на подушке водительского сидений была потертость в принципе как на всех таких креслах БЮ, однако когда сняли обивку для установки подогрева увидел, что начал рассыпаться поролон. Накладка на ручник. Продолжая тему доработок авто, прикупил по случаю накладку на ручник от лэнсер и валушин. Сегодня поставил, родная ручка снялась с большим трудом, после этого была поставлена новая ручка, все болт он. Новая ручка автоматическая коробка передачи ручника. Еще видел когда другие ставят такую ручку коробка передачи ручника, очень нравилась, начал искать и нашел на разборке от трехлитрового аута, заказал, сегодня получил и сразу установил. Заменил еще недавно установленную ручку другая ручка, новая гораздо приятнее предыдущей истоковой за счет кожаной вставки да и потолще она, короче доволен. Замена порогов роор на раудест. Еще когда отдавал в покраску пороги роор просил хром снять и покрасить черной краской, так и сделали, один порог зачистили хром, а на втором нанесли краску поверх этого хрома, красавчики. Естественно через какое то время черная краска начала отваливаться кусками, особенно после мойки. Через какое то время, порог был в ужасном состоянии и портил весь вид. Решил заняться покраской и установкой купленных порогов уже в отпуске. Но как говорят человек полагает, а бог располагает, особенно когда дело касается маляров. Поездив по местным маляркам у кого очереди кто цену гнул, короче нашел паренька с авито вроде договорились что сделает за разумные деньги и в срок оговоренный посмотрел вроде отзывы на сайте положительные. Задние фонари. Также стал счастливым обладателем задних диодных фонарей вместо родных пустышек от Сэр Джойка. Распаковку и приемку осуществлял с помощниками Мурой и Беляшем выразившими большую заинтересованность к продукту. Открыв коробку были удивлены аккуратно упаковки фонарей, проводка шла в комплекте и даже инструкция была. Подход практически фабричный, как говорится респект и уважуха изготовителю. С установкой не было никаких проблем в течение часа фонари успешно были инсталированы. Единственное забыл приобрести хомутики для закрепления проводов на штатной проводке, пришлось примотать черной изолентой. Только при обратной сборке обшивки двери пластик не хотел сразу вставать. Ну и после восторг, очень нравится вид единственное в темноте чуть ярче чем ожидал, но возможно позже чуть подзатонирую. А может и оставлю так, еще не решил. Полировка и бронирование пленкой фар. На одном из сайтов объявлений нашел контору в нашем городе занимающемся детейлингом и бронированием пленкой называется Сорвьяр. Написав сообщение обговорили перечень работ, а именно полировку и бронирование пленкой фар, а также стоимость и время. Вся работа заняла не больше 50 минут, поскольку фары не сильно были мутные и затертые, то и полировка не сильно добавила блеска, после полировки поклеили пленку.